Да, вы не поверите, а это ГТНХ, и у меня прекраснейшее настроение, что я наконец-то могу сесть и записать для вас эту чудненькую серию, потому что я перенёс всё на эту базу. Осталось сделать только мелочи и, конечно, рассказать вам, что тут вообще происходит, ну и вообще поделиться мнением. Ну а перед этим, конечно же, ещё хочу поздравить вас с наступившим Новым Годом, хотел пораньше порадовать вас серией, но уж извините, очень долгий был переход, перенос всех компонентов, потратил на это уйма часов, да чё уж про часов, уйма дней на это всё дело, настройку этого всего дела, подключение энергии. Ну а с вас присаживайтесь поудобнее, а это ГТНХ. ГТНХ Ну и начнём, разумеется, мы с вами с прекрасной ноты. Я думаю, наверное, всё-таки телепортируемся с вами на нашу старенькую базу, примерно покажу, что и чё, и как, где. После этого начнём переносить уже флешки. Так, подгружаемся. Ой, кстати, кастинг забыл перенести. Я отсюда вытащил всё. Как вы видите, здесь везде пусто, везде пусто. Вот это и понадобится перенесу. Фрезеры нафиг переносить, у меня и там свои есть. Можно было бы, конечно, просто разобрать. Бесполезный Open Computer. Фермы непонятные, как они работают сейчас с обновлением. Ну, пусто, пусто. Химии пока мне достаточно, потребуется перенесу. Ну, это единственное такое значительное, что тут оставлю рабочим. Вот это нам нужно будет сейчас собрать, перенести. В первую очередь, а потом флешки уже. Так, лифт. Ну, думаю, перенесём, но не сейчас, не столь важно. МЕ пусть стоит. Энергия, выработка пусть стоит, нафиг не нужна. Ассемблеры. Потребуется расширить количество. Сниму, там поставлю. Здесь производство на квадаховой энергии. Ну, жидкости, чтобы энергию производить. Всё равно сюда больше ничего не придёт, поэтому он просто стоит. Потребуется, перенесу. А так везде, как вы видите, пусто. Я даже вот это всё дело перенёс. Тут, конечно, остались у меня жидкости. Но перенесу, конечно, попозже. Если потребуется. То есть всё, что нужно было отсюда выдернуто полностью. Это автокрафты. Автокрафты нафиг. Здесь переработка на квадаха в производство на квадаха МК-4. Ну, как минимум третьего, а потом последующее идёт к производству. Но, так как у меня сейчас на квадаха и на квадре вообще нет, тут смысла не было переносить это всё дело. А всё остальное, как вы видите, всю химию отсюда я перенёс подчистую. Здесь в нём производство вот таких вот микросхемочек. Но ими я пользоваться уже не хочу, поэтому оставил. Ну их нафиг. Отсюда последний тир я вытащил. Старые вообще никуда не сдались. Это всё у нас переработка нефти. А это уже переработка на квадаха. Я не хочу уже такую схему делать. Будет у нас другая схема. По-другому будем производить. Но это уже, конечно, в будущих сериях. Поэтому это дело не трогал. Стоит и стоит. Бог с ним. Всё. Всё остальное я перетащил. Так. Самое трудное, конечно, по-быстрому это всё перенести. Потому что у нас на второй базе идёт переработка ресурсов. Они кидаются в сундук и закидываются в МЕ. Опять что-то не перекидывается. Ну, видимо, ждём. Эту вещь надо, конечно, перекидывать однозначно. С этого начнём. Потому что ресурсы приходят к нам со второй базы. Потому что там у нас переработка всех ресурсов идёт. Всю эту линию по переработке рут я планирую вообще в ближайшем будущем пересмотреть, переделать однозначно. Так, ладно, это на попозже. Хотя, возьмём тоже. Так. У нас просто будет другая переработка рут по-новому. Но это будет уже позже. Это мы взяли, это мы взяли. Всё. В первую очередь переносим это, чтобы ресурсы уже поступали в эту МЕ-сеть. Потом уже перекидываем флешечку и всё. Мы с вами полностью, можно сказать, переехали. Блин. Я думал, мне тут позионочки настроить. Там, одну, две вещи перенести и готово. Нет. Я ещё дофига себя переносил. Ну, тут у меня есть, конечно, место. Четыре. Сколько у меня тут? Та-та-та-та-та-та. У меня тут два канала осталось. Мало. Ладно, потом задекорирую красивенько как-нибудь. Пока что мне нужно место. Так. Так как это временно, и в этом случае временно это будет не постоянное. Уж поверьте. Понимаю, что всё временно это хорошо обжитое и оставляется на постоянку. Но нет. Не в данном случае. Это однозначно надо будет менять. Так. Подготовил всё, как только я мог. Блин, как я по вам соскучился. Надеюсь, вы соскучились и оцените мои труды. На лайк с каждого, кто смотрит данную серию. Это будет, так сказать, спод... Ну, блин. Вы меня сподвижите на выпуск новых серий. Чтобы я сейчас тут снимал для вас прохождение. Чтобы мы наконец-то дошли до окончания данной сборочки. Я надеюсь, что это у нас всё-таки случится. Потому что уже хочется и в другие сборочки поиграть. Поэтому лайк однозначно. Раз меня новые серии, буду вас радовать. Стараться, по крайней мере. Так, всё на импорт. Так, и теперь. Теперь. Оп. Кстати, всё это время я не только в это играл, а ещё и с друзьями поигрывал. Поэтому можете посмотреть данное видео на канале моего друга. Ссылочку, конечно, оставлю. Мы там играли в Little Company. Ну, вы знаете, игра такая вирусная. Очень интересная. Было очень интересно и весело. Надеюсь, посмотрите. Было классно. Может быть, я что-нибудь потом выпущу по этой игре. Так. Всё. Я всё настроил. А теперь бегом за флешками. Освобождаем сразу сундучок. Хотя надо сундук взять с собой точно. На всякий случай, вдруг не хватит. Тогда ещё и тележечку. Ой, ладно. Так. Ох, жду не дождусь этой минутки, когда мы держим этот рычаг. Так, уф. Так, так, так. Нам сюда. У меня не так много флешек. Но приличное количество. Посмотрим, сколько. Ну да. Не зря взял сундук. Займёт много места. Так вот. Мои планы. Разумеется, настроить на квадах. Переработку. Там, платины, иридия. Ну, чтоб это всё дело заработало. Протестировать вообще все многоблоки. Все структуры, что я создал. Я о них буду рассказывать вам. После того, как мы запустим. Как запустим, будем смотреть, что работает, что не работает. Бегать по базе буду рассказывать. Что у меня вообще творится на базе, что я перенёс, что не перенёс и так далее. Оп. Блин. Вот и дурак. Не надо было так много брать. Надо было таскать по чуть-чуть. Никогда не повторяйте моих ошибок. Никогда не берите столько объёмов памяти какой-то тележкой с сундуком. Так что, сейчас по-быстрому. Да ё-моё, серьёзно. Так, меня откинуло. Ну, видимо, помимо того, что все флешки брать тележкой. И в руки тоже, знаете, не надо перебарщивать и брать очень много флешек. Сейчас у меня будет 8 заходов туда-сюда. Ну и сразу к вам вернусь. Ну и, наконец-то, последняя ходка. Ура. Закидываем. М в Е. Точнее, все ресурсы с М в Е были благополучно перекинуты. Теперь самое главное. То, что я обещал на эту серию. Что в этой серии мы с вами включаем всю нашу базу. Сейчас тут такой шум гам должен. Потому что у меня сейчас машинки... Ну, 98% машинок у меня выключено. Остальные там я не подводил кал-выкал. Ну, некоторым просто ресурсы нужны. Некоторым ещё что-то. Поэтому. Вроде ничего не побахнуло. По ресурсам что? Ой, вы мои родненькие. Они здесь все. Красота. Хочется уже побегать посмотреть. Давайте не будем себя в этом ограничивать. Во-первых, я тут занял все каналы в МЕ. Пришлось вот новый ряд сделать. Ну, если потребуются. Они ещё пустые. Все остальные каналы я всё позадебал. Просто жесть какая-то. Так. Интересно, вообще всегда он приходит? Рычаг. Ага. Так. Рычаг. Пришёл. А, ну я молодец, разумеется. Где-то, видимо, забыл отверточкой покрутить. Ну, бывает такое. Опа. Всё, сейчас сигналы должны поступать. Да, всё, машинки должны работать. Идеально. Ну, опять же, игру косики сейчас везде исправлять за собой. Вот с этим чуть пострадало, но это потом как-нибудь расскажу. Перенёс. Вот они заработали. Алоэ Бласс Мелтери тоже решил сюда перенести. Он перенастроил их совсем по-другому. Ну, теперь у меня вот такая красота стоит у меня здесь. Вот такой вот input bus. Ресурсы. Проднимает. И всё готовится. То есть не надо там куча экспортов ставить. Интерфейсы, чтобы подавать ресурсы там через Android трубы. Вот. Отлично всё работает. Прям вообще я балдею. То есть не было трудностей с этим, с установкой вот этого всего, нежели чем на той базе. Ну и разумеется, всё у меня будет храниться в жидком виде. Потом в нужный момент, в нужный момент, если потребуется слиток, то он будет переплавляться слиток. Вот эту штуку вы видели. Это всё у меня до крафта, если потребуется в базе моей. Это тоже вы всё видели. Вот здесь я поставил автокрафты. Точнее, до крафты. Чтобы у меня на базе что-то было одно определенное. Что-то куда-то туда, что-то куда-то сюда. Ну, короче, всё, что мне нужно, всё тут надо крафтов стоять. Разумеется, эти два крафта тоже пока перенёс. Так, здесь ничего не поменялось. Вот здесь максимум. О, всё, наконец-то топливо пошло. Я больше не мог производить топливо и энергии не было никакой. Ничего не производилось. В общем, пошло это всё дело. Красота. Ох, копится. Ну, пусть докрафчивается. Прекрасно. Так, ну давайте просто по кругу пойдём. Тут у меня были мои эти хим-реакторы. Я тут подобавлял чуть-чуть. Вот он, последний тир наш, который создаёт нам Living Soldering. Living Soldering? Или как? А, Mutated Living Soldering. Здесь поставил ряд напротив. О, материя пошла задаваться. Ва, как по тебе соскучился. Вот здесь поставил ряд большой. О, и ты тоже запустилась. Красота. Здесь у меня много, что производится. Это с химией я всё-всё перенёс, аккуратненько всё поставил. Типа, лубрикант. Тут у меня... А, аммония и фосфорикоксид. Вот в этих двух создаются. Вот в этом... Вот я, видите, кирпичами огородил, типа, каждый крафт. И тут свои. Здесь свои. Здесь один большой процесс, чтобы создавать пыличку. А именно, агар. Так, здесь у меня уже переработка... А, производство... Почти, переработка крафт-силиконов. Силикон там, грейт первый такой. Вот это всё тут у меня стоит. Красота какая. Ну, это вы всё видели. Кстати, вот здесь тоже подшаманил. И всё это дело поднастроил. Передачу жидкости. И всё передаётся... Ну, вы знаете, мы тут производим какой-то каталист. И его нужно было нам отправлять на лазер. В итоге, вот сюда закидывается, отправляется жидкость. Опять же, всё тут по красному камню. Туда-сюда какое-то количество держу. И всё это дело перекидывается. До лазеров мы ещё с вами дойдём. Красота. Так, вот здесь поставил я ещё линию. Ох, традиционно. Здесь у меня производство... Конечно, продукт сразу смотрим. А именно, граф-каталист-медиум. И стерилист-каталист-медиум. Это всё его производство. Ну, конечно, не всё. Тут ещё у меня создаётся... Пока ещё не настрою. Потому что мне пока он нафиг не нужен. Но настрою. Тут что-то не хватало мне. Сиавит брав. Ну, из него мы будем создавать с вами водоросли разные. Ну, а здесь, когда потребуется, буду делать о себе мутаген. То есть проверил, работает. У меня мутагена просто сейчас дофига. Поэтому я его сейчас не трогаю вообще никак. То есть у меня здесь выделено МЕЛ под это всё дело. Принимаем нужные ресурсы с главной МЕ. То есть нужные, какие нам потребуются. Ну, это всё дело закидывается. Всё считывается. Всё закидывается. Всё приходит сюда. И главное МЕ просто отсюда уже нужные жидкости уже забираю. А здесь у меня производство, если не ошибаюсь... Вот какой-то тут жидкости. Вот сюда заливается. Называется она. Анкнафт и нитрит агар. В общем, вот здесь он производится. Вот закидывается. Ну, то есть скомпоновал. Да, я самая первая база. Вот эти все четыре машинки забрал. Тут настроил. Перенастроил. И прям вообще всё так чётко получилось. А, этот не работает, потому что отключил. А здесь, не знаю, потом посмотрите. Аккуратненько тут всё перенастроил. Под настроил. Прям сделал в разы лучше, чем было на той базе. Ну, конечно, опыт это набрался. Здесь тоже производство двух видов вещей. Тут Германия у нас создаётся. Но почему-то сейчас не создаётся. Не знаю, что-то, видимо, не хватает. Какой-то жидкости. Интересно, какой. А, серную кислоту забыл свой перенести. Или нет? На, посмотри. А вот здесь ещё. Либо он создаёт, либо он уничтожает. Надеюсь, что он создаёт. Да. Но это слишком медленный процесс, я понимаю вас. Па-па-па-па-па-па. Нет, нормально. Ничего не уничтожает. Шикарно. Здесь у меня производится... Производство... Здесь у меня производятся некоторые кристаллы. Это всё вот такие вот. В рейп такой ураниум ингот. Здесь другой какой-то ингот. Это всё для производства, опять же, топлива нашего. Стоял здесь у меня один ассемблер. Поставил второй. Тоже настроил. Всё вроде идеально. А, кстати, СОП перенёс производство нейтрония. Заапгрейдил чуть-чуть. Повысил скорость. Сейчас будет больше космического нейтрония у нас. Я даже рыбалку сюда перенёс. Опять же, вот эту пока не включил на всякий мусор. А вот на рыбу включил. Потому что всё-таки мы с вами там используем фишинг-ойл. Лубрикант создаём. И ещё где-то требуется. Прекрасно. Прекрасно. Тик-тик-тик. И вот. Вот здесь это всё дело. Я расширил, настроил. Но я не вижу ни одной машинки работающей. Работающей. Даже вот эти. А почему вы не работаете? Ой, а чё так? А, фузёнка просчитывается. Понял вас. Интересно. Они, наверное, не работают, потому что сигнала нету. Я чё, забыл рычаг дёргнуть. Нет, вкл. Ну-ка, ну-ка. Нет, сигнал есть. Разможно, ничего не приходит. Хотя... Вот это должно однозначно работать. Здесь мне должен производиться... Перотиум и Криотиум. Странно, что ничего нету. Хотя вот приходит. Так. Он есть. Почему ты его не плавишь? Видимо, микросхемку. Да, забыл. Так, а напомнить-ка... Напомните-ка мне... Нет, не так. Нажимаю. Вот так вот надо нажать. Плод экстрактора. Это 21... 20... 21... 22... 23 или 20... 21, наверное. Ну-ка, давайте тут проверим. Ну, опять же, я говорю, бывают всякие косяки, которые не я доглядел. 21. Ммм... Вот здесь у меня, кстати, находится сейчас новая система. А именно, приходит разная жидкость. И слитки получаю. Нужен солдерик налой. Закидываю 144 капельки. Закидывается какой-то в один из басов. Точнее, наоборот. Тут слитки в жидкость закидываются. То есть слитки приходят, расплавляются. А вот здесь, наоборот, система вот эта. Своя жидкость приходит, и получаются слитки. Как-то так. Просто некоторые создаются так. Нужны в другом виде. Некоторые по-другому. Так. Значит, 22-й. И 21-й. Вот в чем вопрос. А вообще настроил? Ничего не подводил. Одно разберусь. Хотя... Что тут у них написано? Да, блин. Тут у них металл. Луид-мод нужен. Ну, бывает. О, заработал. Значит, все-таки 22-я микросхемка. Да. В общем, 21-я. Красота. Все, конечно, поступило вот сюда. Но разбирается моментально. Сейчас будут все печки-то кушать. Все машинки другие. Ох. В общем, пусть работает. И вот тут мне интересно, работает ли у меня все. Во-первых, сигнал. Вижу, есть. Рычаг опущен. Бабахает, нет? Сюда должен приходить нейтроний. Его у меня было... О... Ооо... Надо будет переключить терминал на этом Е. Что-то я забыл совсем про это. Что он не бабахает? Ну-ка. О! Ох, я подскочил. Видимо, сюда я забыл подрубить. Ну-ка, посмотрю 5 сек. Нет. Все подключено. А-а-а-а. Я вас понял. Здесь я просто чуть-чуть я накосячил. Забыл подключить вот так вот делать. Ну и говорю, бывают всякие косяки. Интересно. В начале серии писали вы комментарии, типа, у него будет столько косяков. У него будет столько-то. Зарьется база или что-то еще. Ну, всякие предположения. Делали вы или нет? Ну, потом посмотрю все остальные машинки обязательно. Сюда я пока перенес временное хранилище всех жидкостей с той базой. Или я откуда-то ищу. Да. То есть мне по факту пока что что-то потребуется. Производство разных жидкостей. Точнее, разного пластика тоже надо будет сделать. И эта лидия сразу отсюда уйдет. Ой, как много тут всего. За всем надо следить. Так вот, как я обещал, я настроил фузионочки. Рядом поставил циклотрон или как. Пока, ну, как бы они забиты, поэтому не работают. Но когда потребуется, буду наращивать производство. Ну, энергия есть. Там я есть. Все работает. Все как нужно. А, я просто его выключил. Точнее, даже не включил. Ну, не бог с ним. Так вот. Вот это дело я забыл включить. О, сразу все загорелось. О, дело пошло. Сразу фпсик так, оп, как скакано вниз. Но, настроил каким, опять тут образом. Раньше я все делал там через дальние прямопередатчики. Транссиверы, трансмиттеры, что там, неважно. Сейчас у меня все проще. Снизу. Снизу, снизу. Подаются разные жидкости. Я, конечно же, указал фласками примерно для себя на будущее, что тут. Проверяется у нас output hatch. Если в нем скапливается много жидкости, почему ты не отдаешь? Та-та-та-та-там. Ну, как это работает? А тут у нас что? А, понял вас. Где-то косяки бывают. Или что это? Помпочка тут, помпочка тут. Ладно, давайте просто помпочку уберу. О. Так вот. Скапливается много жидкости, сигнал уходит, он выключается. Либо выключается, если рычаг я дернул. Либо выключается, если не только рычаг дернул, а еще там я рычаг дернул. То есть, все системы защиты такие. То есть, переполнения не будет, много создавать не будет. Проверка на количество. И выключается. То есть, вот так вот все организовал везде. Конечно, не все не работают. Там еще есть штучек 5-6 не работающих. Потому что там ничего пока создавать. Ох, капец. Но, производство пошло. Ну-ка, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Надо будет посмотреть, чего не хватает. Либо каких-то жидкостей, либо уже заполнены. Ну, нет, я же жидкость тоже переносил. Так, показывал, не показывал, но поставил. Такие вот ассемблеры. Все, аккуратненько настроил. Нет, показывал, но все равно. Все настроил, как нужно. Вот здесь. Включал, проверял. Угу. Здесь у нас серкетные, да, серкетные ассемблеры. На всей микросхемке тут рычаг у нас включен. Все, отлично. Так, что-то потребуется, ну, запустим. Увидел в обновлении, что есть теперь пи-ту-пи-туннель. Вот такой вот интерфейсный. Теперь не обязательно в каждый интерфейс вставлять рецепты. Тут такой, следующий такой. А просто сделал пи-ту-пи-туннель. И везде закинул по одному. Ну, в один интерфейс закинул рецепты. И везде не будет. Надо будет этим тоже позаниматься. Я же обновился до 2.5.1 версии. Не знаю, тут в чем косяки. Ну, народ говорит, есть косяки в нем. Но пока нормально. Увидел, что уже тестируется 2.6.0 версия. Ну, что поделать. Блин, база гигантская. Я тут заговорился. Наверное, вы тоже уже устали. Но работа была проделана колоссальная. Сейчас это все нужно тестировать. Что-то ставить на крафт, чтобы проверять. А проверки здесь нужно много проводить. Ну, как вы видели, чуть-чуть полетали. А уже нашли несколько косяков. Надо это все дело будет тестировать. Смотреть, где что останавливается и так далее. По квестам давайте пройдемся. Не знаю толком, что нам тут добавили. Я толком не смотрел. Но понятно, что где-то что-то новое. Вот это вот точно не помню. Это все старое. Старое видео по новым квестам какие-то прошлись. Endgame. Пока тут ничего не изменилось по Endgame. Ну, ладно. Если честно. Мало чего такое. Видишь? Ну, вот видишь, так красиво. Так раз так оформили коилы. Хотя тут Getty, да. Какие-то машинки еще видел новые. Ого. Это одна из будущих наших серий. Вообще прекрасно. Ой, красота. Сколько прекрасного теперь контента нас ожидает. Ну, блин. На фузионке. 60 фпс. Было больше 80. А если на фузионке? Да нет. Нормальный фпс. Я просто чувствую, как у меня экран чуть дергается. Ну, 60-100 фпс. Неплохо, я считаю. Хотя я рассчитывал на более. Ну, хотя мы тут с вами перенесли все и все в поле видимости. Чанки мы с вами не загружаем машинками. А то снизу было куча машинок, сверху куча еще. А тут у нас все, грубо говоря, по чанкам разбито. Кроме фузионок, я когда все настроил, перенастроил, понял, что один блок, вот этот крайний, у меня в соседней мчанке находится. Я все не хочу перестраивать это, переделывать. Уж извиняйте. Пусть будет так. Заговорился, да, чуть-чуть? Ну, в общем, пора меня записывать уже в следующую серию. Посмотрим, что нас ожидает. Ну, а вы не забывайте про большой палец вверх. Обязательно написать комментарий. Соскучились, не соскучились. И так далее. Ну, вы сами все прекрасно понимаете. Ну, а с вами был Милтон. И до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok